Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля. При этом отдать свой голос можно будет в течение недели, начиная с 25 июня. А для обеспечения безопасности всех участников голосования будут приняты все возможные меры, среди которых соблюдение принципа максимальной бесконтактности. Так, все 1155 избирательных участков на территории Тверской области будут оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии России. Работникам комиссии и наблюдателям предписано использовать средства индивидуальной защиты. Их уже начали доставлять в муниципалитеты региона. Подробнее об организации процесса голосования в нашем следующем сюжете. На входе в каждый избирательный участок будут измерять температуру. Специально для этого закуплены бесконтактные термометры. В помещениях для голосования начертят специальные ограничительные линии и указатели движения, чтобы обеспечить рациональное бесконтактное передвижение и соблюдение санитарной дистанции. По словам председателя избирательной комиссии Тверской области Валентины Дроновой, приоритет – безопасность всех участников голосования. Поэтому средствами индивидуальной защиты обеспечат всех без исключения. Будет выдаваться масочка в индивидуальной упаковке, будут выдаваться перчатки, будет даваться персональная ручка, которой он будет делать отметку в бюллетене и будет, соответственно, расписываться в списке участников голосования за получение бюллетеней. Средства индивидуальной защиты и дезинфекции избирательных участков направили в города и районы Тверской области. Также все помещения для голосования будут подвергаться санитарной обработке дезинфицирующими средствами. До начала и после завершения процедуры. При этом предусмотрены и другие дистанционные формы голосования. Если избиратель по каким-то причинам не может прийти на свой участок, либо проживает или временно находится в населенном пункте, где отсутствуют участки для голосования, гражданин может подать заявление в многофункциональный центр, территориальную избирательную комиссию, либо через портал госуслуг. О голосовании по месту нахождения сделать это на дому, либо на придомовой территории. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что разработан регламент для голосования на дому. Приедут члены избирательной комиссии, все необходимые условия будут соблюдены. Для обеспечения голосования жителей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, избирательная комиссия обеспечена транспортом. Каждому голосующему на дому будет подготовлен пакетик с логотипом из даты голосования 1 июля. И в этот же пакетик члены комиссии поместят избирательный бюллетень и вот такое небольшое заявление о голосовании вне помещения. В ближайшее время все наборы для обеспечения безопасного голосования поступят на избирательные участки Тверской области. А подробно с изменениями Конституции, Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте конституция2020.рф.